уважаемые слушатели любители моих фотографических опытов сегодня продолжаю подробно разбирать может быть даже чрезмерно подробно особенности черно-белой цветной съемки в том числе и на цифровые на пленочные камеры сегодня у нас такой занятненький ролик о странном сравнении с одной стороны у меня уже упоминавшийся мной камера которая предназначена конечно в основном на для видеосъемок хотя и разрешение и близкая она выше скажем так выше 60 мегапиксел и она снабжена объективом 2870 с диафрагмы стабильные 2 и 8 ничего в общем такого супер уникального нет то есть она более-менее доступна по сравнению с лейками m10 m11 ну и очень дает качественный результат я пользуюсь нам для макросъемки потому что нам нужно высокое разрешение и монтаж на то оборудование которое у это в первую очередь bayonet sl ну или через переходники и у меня возникла необходимость использовать эти две камеры второй при этом является камера fuji фильм это вот такая иногда раньше шутили что это такая техасская лейка ну в общем где-то да так что-то для у техасса все должно быть большим по старому фильму действительно эта камера замечательная здесь fuji non стоит значит объектив 80 миллиметров как на всех камерах 6 на 6135 светосила камера симпатичная удобная здесь два переключателя 6 на 6 6 на 7 симпатичная камера я ее очень любил и люблю потому что у нее есть внутренний замер то есть она очень хорошо и точно работает затвор который сопряжен с перемоткой то есть ошибиться нельзя и 10 кадров 6 на 7 мой один из моих любимых форматов можно сделать очень качественно я использую обычно пленки из серии илфорд и в этом ролике было много пленок там чувствительностью 400 единиц потому что не всегда условия бывают подходящий для съемки в чем смысл этого сравнения а здесь сделано будет так сначала я снимаю камеры сигма fpl потом то же самое снимаю камеры fuji фильм на черно-белую пленку естественно ну светом соревноваться современными цифровыми камерам очень трудно потому что широта цветовая ну понятно что намного выше чем пленки тут уж бесспорно просто если нужно очень сложные тонны передачу то используется большой кадр что я и делаю данном случае задача другая посмотреть а если взять из кадра снятого цифровой камерой сигмы fpl сделать черно-белый и сравнить его с чисто черно-белым кадром сделанным камерой fuji фильм а что из этого получится и что хуже что лучше но вполне понятно что какая бы современная пленка не было какой бы современный объектив не стоял но современные цифровые камеры они дают запас по резкости особенно больше 50 мегапиксел на по сравнению с с пленочными камерами хотя для художественных целей это не всегда бывает важно я разжился такой одноразовой керамической сырой глиной сушеной трубочкой это раньше такие трубочки обычно давались членом всяких привилегу привилегированных труб в этих бразильных клубов в том числе и в англии но и правда чебучок был подлиннее сто лет назад и он красил с красной краской чтобы сыроватая глина не липла губам ну понимаете все хорошее утрачивается я курю макбаррена вот такой табак с турецкими нотками что в общем мне нравится так вот перейдем к сравнению на сравнение такое вот первый кадр значит данном случае снято сделано фотографии мойки цветная чтоб вы видели из чего все получается и дальше кадр сигмы переведен в чб ну вот и после этого увидите 4 кадра в которых есть то есть один кадр сигмы и четыре кадра сделанных fuji фильм то есть обычный кадр где без всяких фильтров и еще два кадра сделанных от с оттеночным сильным синим фильтром 50 процентам там даже чуть побольше получается и же с 12 вот так вот это киношные фильтра советских времен такая вот отрыжка посмотрите что в чем дело видно что конечно же с дает очень хорошую картинку не только выравнивающую но увеличивающую яркость ну а теперь перейдем на более привычную вот новостройки на васильевском острове красиво новые дома хорошие надежные сначала общий ландшафт ну который понятно снят сигмы чтобы вы увидели цвет как распределяется а теперь пожалуйста черно-белые и черно-белые с увеличением вот это раскоречившийся мужик с папирусом который у него падает из рук это петр первый ну не совсем удачная скульптура так вот рядом снято еще несколько кадров сделанные fuji в чем дело разница только в одном здесь повыше разрешение а здесь чуть-чуть получше то на передаче если мы используем жзс 12 так что выбирайте что вам лучше но это только начало потому что если мы сравним более интересный кадр ну например зимний мост от которого я сделал два кадра но ответь он какой в цвете и вот дальше у нас два кадра черно-белый превращенный из цветного сигмой и черно-белый сдержанной fuji обратите внимание что яркости другие и эти яркости лучше характеризуют картинку создают пространство у fuji чем у цифровой камеры можно добить цифровой да но только в том случае если у вас будет черно-белый образец тогда вы включаете или иные фильтры те иные программы в райт лун руми в фотошопе вы добьетесь того же самого но без образца вы не дай когда не получите картинку характерную для пленочной камеры поэтому не тешьте себя тем что у вас все в руках у вас руках то есть а как это получается на пленку у вас до этого нет и никакие пробитые записаны в программ программ на в те или иные фильтры вам не дадут точного результата не выйдет потому что вносит изменения цифровая матрица и соответственно программа с разными сырами матрицами не работают по-разному это надо учитывать так что яркость некоторых случаях этой камерой получается лучше то есть это что значит это значит что градация серого и ширина используемый диапазон намного лучше а вот посмотрите на деревенский доме который стоит на горке тоже в цвете черно-белых и 4 кадра опять-таки те же самых черно-белый конвертируемый и три кадра фуджи фильм из них причем два с голубым фильтром оттеночным и жз-12 как видите жз-12 очень хорош и обратить внимание что во всех кадрах пленочных проработано небо а в цифровом конвертированном небо оказалось слишком облака оказались слишком выбеленными тоже своеобразное изменение то есть инструменты разные и не эквиваленты друг другу не надо так думать что сразу все но другой пример вот александровский сад как раз он показывает в чем разница посмотрите цветной кадр сигмы сделаны черно-белый отлично все видно особенно обратите внимание на дальний план такой же четкий резкий почему потому что алгоритм достроения кадра то есть по сути дела воспроизводства изображения из цифровых сигнал он не понимает ничего он дымки не понимает а посмотрите на кадр сделанный фуджи на всех трех кадрах как с фильтром так и без фильтры у них есть дымка есть пространство сзади сзади в становится более серенькими расплывается изображение на дальнем плане таким образом создается пространство на здесь жестко четко все но без пространства все как будто бы сжато то есть таким образом да конечно разрешение здесь выше да конечно точность выше но ощущение от изображения она совсем другое она скорее техническое чем художественно ну и очень интересно когда этнографический музей видите здесь воспроизведение черно-белых картинок примерно одинаково вот цветная черно-белая еще одна черно-белая в чем дело дело в том что если вам не надо делать гигантские увеличения то цифра зачастую при особенно при умелом применении фильтров дает прекрасный результат всяческий советую помнить об этом ну а теперь перейдем к самому любезному сердцу предмету портретной фотографии она самая завлекательная и здесь конечно требования при цветной портрете и черно-белом совсем разные черно-белый портрет надо выставлять его просто так на вскидку не снимешь почему потому что там законы передачи пластики лица и вот посмотрите портрет красавца мужчины в цвете из той же точки снятой камерой 16 фуджи фильм видите конечно теневой портрет всегда будет смотреться проигрыш не для обывателя зато в нем другое есть в нем есть настроение они технической передачи изображения мне кажется это не менее важно ну и та же история с пространством при фотосъемке памятника проживальского в александровском саду он сзади снят специально чтобы не отвлекать внимание как вы видите деревья при использовании разных фильтров создают разную глубину пространства за памятником из разный диапазон яркости это не значит что что-то лучше или что-то хуже просто это разные инструменты если вам захочется создать некий очень специфический образ хорошо передать пространство то подумайте чем пользоваться цифровой камерой которая точно и хорошо очень качественно передаст изображение или помучится немного с пленочной кстати говоря это камера скоро окажется в широко известном месте под названием кутузов фото но поскольку у меня есть для нее замена а это не очень заслуженный могу сказать не сильно эксплуатированная камера окажется там будет предложен для настоящих любителей черно-белой пленочной фотографии но это не обязательно делать такими камерами пленочная фотография она доступна и в меньших форматах и вполне дает очень приличные результаты но в узком специфическом диапазоне которого пока еще цифровая техника не очень понимает поэтому выбирайте что вам удобнее лучше в некоторых случаях вот как мне пришлось недавно использование двух камер для черно-белой съемки для цветной будет очень надежным и полезным внимательно относитесь самое главное к результатам вашей деятельности это позволит украсить вашу жизнь всякими интересными занятиями на этом до свидания а а Субтитры создавал DimaTorzok